I have ways of blowing things off. попыток 78 как в прошлый раз с первого раза с первого раза поэтому я настолько не ожидал что такой сидел пару секунд еще такой чего серьезно ладно вот он самый первый диалог мы ничего не пропустили просто саму проверку я кликнул и так мальчик поворачивается к тебе и к тебе ему действительно все равно проблема не в ку не в ку ну а в ку не это да это я говорил уже много раз что она здесь ладно любопытно поясни это его эмпатии свои спрашиваю воспользоваться ощущением попытаться их разделить ну-ка поясни куна намного хуже чем куну он не против быть рядом с тобой а она прячется за оградой будто боится за жизнь будто что-то натворила что-то очень дурное согласен куна кстати гораздо более агрессивно самого начала и гораздо хуже относится к нам хорошо поехали это ей пришел на ум с психопатический план верещать и звать на помощь куну просто хотел поговорить с тобой об имени это она его завела и направила и куна не прекращает с тобой говорить ему даже иногда нравится с ней говорить как с забившимся в угол животным знай себе шипит тоже замечал это да было такое в общем куна уважает безумие и в этом ты уважать безумие а в этом ты ее уделаешь нужно найти способ уединиться с ним на пару минут блин то прозвучало плохо уединиться ладно эй куна ты чё ты чё шепчешься шепчет он в ответ он тоже перешел наш опыт принял правила игры но смотри что будет теперь вы о чем там шушукаетесь сразу она произносит правное слово с особым нажимом хочет чтобы тебе стало некомфортно мне-то мне пофиг вообще хочет куна шушукаться и будет шушукаться поняла он оборачивается и пригибается давай шушукаться давай шушукаться мусор готова он твой но будь осторожнее тут все еще можно налажать не дай ситуации развернуться так чтобы куна выглядел не солидно ага послушай меня она пытается с тобой она пытается бы управлять нужно тебя вытаскивать а что с куной стрёмно чокнутая какая-то вот так ладно не налажать осторожно нужно тебя вытаскивать а что с куной стрёмно чокнутая какая-то вот так вот чокнутая напряженно шепчет он да ты просто не представляешь она не чокнутая она реально сумасшедшая опасная человек человека мочканула убивала людей не бойся мусоров тоже давай там хорош ним трепаться куна я предупреждаю вставишь нас дерьмо она пытая она понимающего ты пытаешься добиться она кстати да кроме того что она за внутри на всю голову она еще и относительно хитрая оля ку скидывает он голову куна неясно выразился куна сказал он говорит с кем захочет красавчик вот такие основа к тебе пригибается говорим мусор куна у руля готова ты их разделил он даже повернулся к ней спиной чтобы не читала по губам ху я похоже выбрал правильную реплику блин она по губам читает стоит прикрыть лорот ладонью в каком смысле кого-то мочканула как думаешь она причастна к смерти покойного говоришь она чокнутая этом языке говорит на каком языке она говорит на таком на таком сестра нет вряд ли вряд ли вряд ли хотя судя по именем имя может быть вымышленное кстати в каком смысле кого-то мочканула в том смысле что кого-то убила да да ку убийца она он пристально на тебя смотрит смысле реально убийца он впивается в тебе взглядом зеленых глазенок он прежде тоже правду говорил теперь же больше искреннюю правду спасибо драма правда они маловато ли она они маловато она силенок бы хватило если это правда куна это многое бы объяснила ну вот так вот ты тупой думаешь о шутке шучу по твоему сложно убить жиробаса он и тыкает тебя в живот заболтал и ножиком чик наверняка она и мусоров убивала ну что ну то есть и прям уверен ну брось полицейских она не убивала ладно и сколько полицейских она убила запущу такую на это скалку на звезда болку на тупой он он чувствует на затылке взгляд и умолкает холод в воздухе будто плещет ледяной а а ледяные камни воды или капает в прихожей неподалеку три года назад в углу стояли ботинки что блин трепет перестань логика коп коп для нее слишком велик но если ребенок ее габаритов захочет но вполне может убить тех кто послабее старика бездомного или другого ребенка например тварь смотрит на вас из-за ограды ее глазах что-то мечется тварь ладно она могла убивать других детей куна умолкает и отвечает не глядя куна это ему начинает казаться что да обычно он смотрит тебе прямо в глаза тушь тут сломалась не крут не крути головой взгляни на нее уголком глаза посмотреть на него посмотреть на не крути головой и друг говорил так тихо что куна не могла слышать но она больше не улыбается думаешь она причастна к смерти покойного да она бы с радостью его раз но не кону тогда тут не было она была скуна а где вы были служку на тебя успокоит это не мы хорошо хорошо годится я в принципе на нее не думал я решена чокнутая психопатка он поступает еще ближе и не типа как дети психопаты которые кошек жгут а реально реально это как типа как на снов радио поверь мусор не надо тебе это знать и он даже думать об этом не хочет это не показуха на каком языке она говорит я блин знаю говорит песни и народа или тип того какого народа долбанутого сраных неков не знаю суру это малый народ в демократической сверхдержаве вася что расположено покрытый таки тундрой и золи котла далеко далеко отсюда насколько вообще возможно атомисты рыжие ты имеешь ввиду если рыжие злобные мелкие людишки вроде не да есть у суру есть ген рыжих волос кормаштан суру суру типа как в человеке из хендеря лицо пацана светлеет может быть она может быть из хеймдаля да уж из хеймдаля ну-ну окей в ревошоле не больше диаспорасуру ну либо она за небольшая диаспорасуру ну и либо она забралась ящик чей-то ягоды и и привезли сюда случайно твоя сестра какая сестра просто бродяга прибилась типа как псина прибилась а просто вон там была он указывает на том за решеткой че че куна выкрутив шею девчонка смотрит на здание куна морщится и продолжает еще тише стояла в коридоре мокрая вся у странной полки для обуви в темноте полка для полка для обуви справа ты был там в коридоре возле кладовки уборщицы а там лежала вся сжавшись у кладовки как психичка почему она была мокрая куна блин пофиг мне волосы у него все волосы были мокрые по моему она и и пола басала сидела там три дня в углу всегда как когда куна выходил ты знаешь что это некое подобие шока который охватывает тело от отвращения отходняк от убийства вот что это могло быть убила ребенка да они после этого еще тихо темные темное место и впадают в гибернацию обычно занимает от нескольких дни до недели видимо это был первый раз хотя бывает только от первого когда как-то пробралась внутрь не знаю он с подозрением смотрят как ты выныриваешь из своих мыслей как-то не запер дверь приходит куну домой она спит под столом под кучей шматья как собака твои родители потеку на пофиг он ее тоже не замечает или думает что это куна он указывает на себя все на куну и как со всем этим справляешься как куна справляется нормально справляется и вот чего не надо так это так это чтобы ты лес и q не надо укуна все под контролем он сплевывает через щель между передними зубами ей нужна помощь специалиста один ты не справишься тем же кто-то на подхвате я думаю что ей один ты не справишься он скажет фига ли я справлюсь я куна а когда тебе нужен кто-то на подхвате я готов я думаю вот эта фраза которая типа выведет его боссом и поможет мне внедриться слушай сюда указывает на свои глаза потом на твои q под опекой куна он ее защищает кто наехал на куна ехал на куна посмеешь и угрожать попытаешься ее забрать конечном итоге это главное он очень хочет чтобы ты воспринял его всерьез я это и пытаюсь сделать пацан смотрит тебе в глаза пытаясь фокусировать черные зрачки я тебя убью свалю когда наденет на свалю когда наденешь на нее браслет и потом подкрадусь и прикончу понял ты не справишься с мужчиной несколько раз сам же услышал ты серьезен лады он тирает поцелба вот теперь можно и дела делать он тяжело дышит это не просто ему удалось дела а чем надо так куда тебе куна тебя подгонит гореть уже не шепотом не подгоняем и ничего куна спокуха к он уважает куна куна его засты его заставил кто уважает куна снова поворачиваться на тебе тому всякое подгоняет сделаешь кое-что для кун и он подгонит тебе незаконных наркотиков подсадит мусор подсадит мусорка садочек подгонит почему потом еще клячить будешь денежка денежная тема мусор на крючке да да куна теперь продает карамельки мусором готовься к награде завершает он и произведу разводит руками как пекарь демонстрируя свежие пирожные что это чуть такое полетело что за история с тем что ты перевозил запрещенные наркотики ну-ка у куна это от батик у нас бате знатные барыги он выкатывает глаза капилляры на них разбегаются как ветки разбегаются как ветки дерева вот откуда у куну скорость типа speed ну ладно беда в том что куна малость подсапался с батей теперь на реке стучатся в дверь куна улице обезумели куны кинет на это грязного копа звучит интересно вернемся к этому ладно давай грязный коп это ты он кивает на здание у себя за спиной там батя куна он любит драться и на стероидах батя куна хавается и стероиды и спиды если его забери если его заберешь половина спидов твоя а кто твой отец батя куну сраный монстр гордо говорит он самый лютый мужик в ревошоле ему вообще на все пофиг и он еще и бухает разговор тут не помогут язык спаси спасает не по всякой ситуации этого мужика не заболтаешь слава богу этот чокнутый босс наркобарон опциональный о каких объемах идет речь типа половина уверенно отвечает он половина чего пакета ну типа как в этом флаконе полграмма сир полграмма а его уверенно его уверенность непоколебима полграмм чека берешь не слишком много вообще чем полграмма это офигительно топовое вещество такое чистое что его почти не видно его почти не видно потому что почти нет я решил во что мы сделаем молоды куну слушает я ворву что во все оружие ради спидов они мне нужны пойду на дело но не ради спидов я хочу завалить самого лютого мужика в ревошоле я пойду туда во имя справедливости я борец наркотики это точно и я это говно конфискую я пойду туда во имя справедливости но солгать я туда не пойду черт я не уверен что хочу в это связываться но мне слишком много завязано на куну давай так но не ради спидов я хочу завалить самого лютого мужика вот это вот как хочешь если выживешь не забудь привести и принести вещества а то у куны почти закончились акуна страшно без дозы просто идешь в жилой дом куна знает что ты и так туда уже без мыла пробрался на куну все знают он агрессивно указывает на собственные глаза иди в номер 12 первый этаж выносить дверь типа как брутальный коп так делать так делает куну ну а потом мочилова будешь заперт в комнате с бешеным нариком вот и все завершает он когда в следующий раз придешь куну чтобы вещества были при тебе на что вы тут нас подписываете ну ким очевидно я не буду принимать эти наркотики нам нужно забрать их у несовершеннолетнего вот так вот ладно соглашается он ладно это было сейчас очень интересненько так среда зайдите в ночной клуб после как рейверы займу церковь это надо будет сходить до газовец говорит друзьям что она станет более общительной когда вы поможете им открыть ночной клуб согласен нужно будет с ней поговорить проверьте как проводится проект сон и так хорошо это все насчет церкви вот куна заберите спиды из квартиры куна убейте отца не обязательно так 20 часов нам бы ладно мы сохранились нам бы в караоке спеть пока мы здесь возможно мы в квартиру бате зайдем завтра или попробуем сегодня я не знаю мне хотелось бы попробовать сегодня если успеем так что у нас по скиллам еще далековато и у нас нет свободного скилла ладно чуваки время диска голова кружится тебя начинает пошатывать 42 уйти . 42 на что там нужно было я же а драма я же в очках то нет в этого в шмотках на проницательность ты у нас драма внушение драма ты у нас на полицейскую волну давал очки на драму есть минус драма нет мне нужно к бы плюс если чем логика авторитет энциклопедия эквилибристика миночка какие очки у нас были одеты вот эти аналогика давайте на логику обратно оденем вот этот халат выглядит просто так полевой порог сапоги на восприятие мы пока эмпатию убираю убираем плюс 2 драмы сейчас должен быть прям хорош триггер 83 в таком виде только выступать сейчас еще магнитофончик то в руки прикину оба просто одежда мечты так полевой порог сумрак еще куртка на драма но так это и так дает не драму логика сумрак авторитет грубая сила но я думаю что это все хендель куртка не 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 нет все я думаю что вот в таком виде мы будем выступать для сцены вполне подходящий образ опасно 13 я готов запускай поехали воздухе витает на нетерпение вот кто-то гасит цвет и музыка вступает мы начинаем на нетерпение вот кто-то бьет на нетерпение вот что у меня Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Да, она же вообще чокнутая, осторожно привалит мужчина с крысиным лицом, чертова стерва, сам знаешь, такой типаж, у нее звездец в голове, это попытка тебя отвлечь, не сбивайся с курса, ты о чем, она была полностью вменяема, у, с головой, у нее малость не лады, давай без этой фигни, она рассказала мне, вот это вот, давай без этой фигни, она рассказала мне правду, законник шипит, он сквозь сжатые зубы, ты мне, блин, не доводи, тебе сказал не давить на нее, а ты пошел и надавил, и вот что, в нем что-то ломается, он делает шаг вперед и прибавляет, я тебя, блин, ударю, пригнись, Тит Харди, голос ее за ним, как предупредительный выстрел, Эврар лично послал меня с этим разобраться, если мы не разрулим это дело, дерьмо глотнут все, но тебя, Тит, вообще уроют, я понятно выражаюсь, когда она злится, с нажимом произносит С, от этого голос звучит почти гипнотически, губы при этом едва двигаются, кто-то должен подать голос и снять напряжение, старпом, Слушай, начальник, татуированный мужик щелкает пальцами и привлекает твое внимание, мы точно знаем, что этот мертвый скот, насильник и убийца, у нас здесь записи признания, покажи ему Тит, он поворачивается к Титу, тот все еще тяжело дышит, не навредит же, а? Козлина, он со стуком выкладывает на стол аудиокассету, ты, блин, послушай, а потом вернись, скажи мне, что этот солдат апокалипсиса невинная овечка, это запись их последний козырь, легенда их развалилась, может и есть смысл послушать пленку, но на данном этапе уже не обязательно, вы мне наврали, где мне послушать, вы мне наврали, что тебе за дело до улик, он дёргает глазом, ты что, блин, за коп такой, мусор Тит, и мне дело до правды, только до обвинения, они ведут учет обвинений, обвиненных на сраных досках, меня на твоей доске не будет, если не послушаешь запись, говорит нам с тобой не о чем, и что на этой пленке, просто очень много, если задать их сейчас, если задать их сейчас, они продолжат сыпаться на запись, послушай, и тогда им станет нечем прикрываться, что на пленке, мы ее зовем лучшие хиты авиастрелка, так послушай, сам поймешь почему, откуда у вас эта пленка, так, значит, звучит интригующе, авиастрелок, как любопытно, так, блин, где мне послушать, уверен, мы сумеем найти проигрыватель, шепчет лейтенант, где мне послушать, перед разницей, как насчет шопу себе запихать, гений, а очков, голосом отражается от стен небольшого зала, небольшого зала перомогласным эхом, уверен, мы сумеем найти проигрыватель, это не проблема, спокойно и громко повторяет он, у тебя в номере был проигрыватель, но он, наверное, поломан, у меня есть проигрыватель, не страшно, я вообще не хотел нажимать, я случайно промахнулся, откуда у вас эта запись, мы же, мы слепоглухими в этом дерьме лезем, не только РГМ умеет вешать жучки, в университете этому не учат, вообще-то, о, есть, очко приехало, очень вовремя, спасибо, вообще-то есть несколько связанных с этим специальных криптоаналитик, офицер, то есть вы пояснили жучки, на них жучки, как, у нас есть техника, он кивает, мы занимаемся логистикой, как по-твоему, как по-твоему функционирует гавань, там продвинутое все, мы поняли, вы прослушивали их разговор, он делает пометку, как долго, начали задолго-то, как я, главное, заболтался на дереве, в смысле, как заболтался, все приутихло, и кто из вас занимается, это продвинут радиотехникой, непродвинутая она, стипит крупный мужчина, просто торчит целый день в крошечные комнатушки, и записываешь их все слова, душно там, жесть, ангус, это ты, я тебя понял, не будьте к себе строк, ангус, это важное дело, глава группы снова берет пиво и молча салютует ангусу, да, брат, ты же радиогений, там прям умные такие заметки, индексы всякие, и так далее, ладно, пока достаточно, пленку не забудь, законник, он подталкивает тебе крошечную кассету, здоровенный ручищий, комплимент от Тита Харди, взять, давай-давай, ладно, вот эта анимация, она очень долго, мне не нравится, что она здесь, хорошо, мы можем, так, инструменты, мафончик, знаешь, что, ну-ка, пойдем, у нас вроде есть еще время, хорошо, что я мафон купил, блин, он все-таки нужен, так, навык приехал, да, за это спасибо, и, ой, блин, речьится о игральных костей, я забыл про нее совсем, я без муске похожу, спасибо, к ней нужно было зайти в 20 или что-то такое, не помню, когда у меня было, 8 часов, вроде как должно было уже пройти время, пойдемте заберем, так, кстати, знаете, что, взаимодействовать, где у нас там был сэндвич, тут нас никто не видит, поэтому в, 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 все назад сейчас будет крошева, вот, Ким, давай пополам, я откажусь, вежливо кивает лейтенант, спасибо, если долго протягивать кому-то предмет, который не могут, который не могут удержаться, чтобы его не взять, если долго протягивать кому-то предмет, некоторые могут, некоторые не могут удержаться, чтобы его не взять, проверенный лейтенант, протянуть, спасибо, но нет, я не голоден продолжать, нет, не отпускать, нет, ближе к лицу, в глазах лейтенант нет абсолютно никакой заинтересованности, давайте, Ким стоит рядом с тобой, но с таким же успехом ты мог бы попытаться до сейчас до него из параллельной вселенной, если бы я протягивал этот сэндвич достаточно долго, продолжать вращать сэндвич, истребитель перед лицом лейтенанта, а зачем, ладно, отпустить, лейтенант кивает, почему ты не хочешь, брат сэндвич, просто я не голоден, так что он мне ни к чему, голод тут ни при чем, Ким, все дело в чувстве, в чувстве локтя, чувство локтя, да, раздели этот сэндвич, разделив этот сэндвич, мы укрепим узы, связывающие нас, действительно так необходимо, узы, связывающие офицеров, напарников, имеют первостепенную важность, на них строится доверие, доверие может спасти жизнь, необходимо, а дружба, братство, они необходимы, хорошо, хорошо, все это необходимо, давайте разделим сэндвич, если для вас это так важно, лейтенант разламывает сэндвич на две части и быстро съедает свою половину, офигенно, вкусно, друзья навек, друзья навек, конечно, конечно, лейтенант нетерпеливо кивает, пора заняться раскрытием убийства, класс, и надо было сразу это сделать, так, хорошо, сэндвич мы слопали, идем заберем кости, тут до сих пор музыка такая, мистическая, фонарик, 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 инструменты, тут всегда место набито такими звуками, так, мои кости готовы, я пришел, чтобы забрать игральную кость, стоимость 7, очень хорошо, с 27 реалов, за одну специальную игральную кость, да, давайте, деньги уходят, одна универсальная игральная кость для покинутого мира верала, речица открывает ящик стола дает тебе кость, рассмотреть, очень холодный на ощупь, даже когда просто держишь ее в руках тебя пронизывает холодом, сквозь темную смолу можно рассмотреть кусочек кости, вырезанный из челюсти аллигатора, спасибо, предметы, с тобой нельзя взаимодействовать, мне, смотрите, какая штука красивая, а, классно, ой, помятая канистра из-под топлива, забыл, что она у меня уже есть, кстати, а где она может мне пригодиться, ну, хорошо, речица вырезала нам кость, спасибо тебе за это, пойдем, мы вроде как с ней все поговорили, все выяснили, чем я мог бы сейчас заняться, у нас 20-34, я думаю, что сейчас все-таки можно попробовать сходить к батику, но раз он здесь, раз мы вроде как недалеко, 12 номер, мне интересно, что там будет, поэтому, пожалуй, да, можно сейчас, а, выход-то не здесь, выход там, черт, вот сюда вот, пожалуйста, выйдем, я фонарик уберу, хорошо, что мы сэндвич съели, я про него чуть не забыл в прошлой серии, и нужно было его съесть в каком-то тихом, сухом месте, чтобы нас никто не побеспокоил, ну, и опять же, раз мы перед собой ставим цель поладить с Кимом, то почему бы нет, а, стойте, давайте еще с книжницей поговорим, я надеюсь, магаз же еще открыт, там, магаз до 9 должен быть открыт, вот эту вот игру, а, глянь, игру Вирал мне нужно обязательно купить, но у меня сейчас нет столько денег, мне нужно будет посмотреть, что и как я могу продать, а продать я что-то могу, поскольку я думаю, что я облутал уже практически все, единственное, что мне остается, это узнать, насколько обновляются мусорки каждый день, могу ли я еще где-то достать бутылки, или что-то такое, потому что мне кажется, я уже по всей карте облутал все, что только можно было облутать, так, 12-я квартира, ну, пойдемте, я не помню, какая из них 12-я, сейчас будем ломить, на первом этаже он сказал, да? 12-я, это какая? Дверь, квартиру, двину, это от она есть, ветхая дверь, криво болтается на петлях и закрыта на прикрученную, косяку щепать, цепочку, к двери прикреплена, неоплаченная квитанция, с угрозами отключить электричество, оно описано на имя, Уно де Рюйтера, техника, просто, а, инструмент должен быть в руке, я понял, похоже, мы нашли квартиру отца Куна, показать квитанцию на двери, и он уже 3 месяца не платил по счетам, кивает лейтенант, техника, перекусить цепочку болторезом, болторез, собственно, F5 97%, ну, хорошо, щелк, болторез, разрезать цепочку, словно нож в масло, с той стороны двери, звенья падают на пол, виду лейтенанта обеспокоенный, я знаю, что вас не остановить, но давайте хотя бы побыстрее, давай, перед литом, он спит, законченное домашнее задание подписано Куна де Рюйтера, датированное позапрошлым годом, на стене сморщенный от влаги плакат из эротического глянцевого журнала, письменный стол, на столе лежит раскрытый телефонный справочник, прижимающий стопку квитанции за стол, свет, за стол, за свет и воду, этом на самом виду стоит небольшая бутылочка с амфетаминами, с соломинкой, чтобы удобнее было пить, лейтенант, я нашел на столе психоактивное вещество, очень хорошо, изымайте, этот жалкий пузырек амфетаминов нисколько не интересует лейтенанта, он прислушивается к тому, что происходит в соседней комнате, взят спиды, ловкими и естественным движением ты прикарманиваешь бутылку, уйти, ну в смысле прикармани, он сказал изымайте, я изнял, забрал короче, моторика, психика, с амфетаминами, я не хочу употреблять всю эту гадость, так, кстати, насчет Джойс, у нас есть лишний скил, и мы могли бы, наверное, на следующий день пойти, нам вообще нужно бы и к Джойс сходить, и кучу всего сделать, что я получил, что за рваные шорты какие-то, самообладание, обычные черные джинсы, воняет чем-то кислым, фух, F5, груды одежды, но он там спит, понятно, на кровати лежит груды одежды, парка с какими-то пятнами, несколько полотенец, одеяло, даже какие-то носки, в темноте, она похожа на какое-то гнездо, посмотрите на эту кучу одежды, лейтенант мычит, зажимая нос, медленно протянуть руку, под тряпьем, кто-то дышит, продолжит ее дотронуться до кучи, ты дотрагиваешься до сального, прожженного окурками, и заляпанного кетчупом одеяла, раздается стон, под ним что-то живое, да ну нафиг, ну ты видел, видел, тянуть одеяло, ты видишь, ржеволосого толстяка лет 60, он в отключке, слишком много алкоголя, и бог знает, чего еще изо рта у него несет дерьмом, с ним не придется разбираться, он уже еле живой, Ким, оно вообще живое? Это, это отец Куну? Я забрал твои спиды, старик. Да, вот так вот. Судя по цвету волос, я бы предположил, что да. Лейтенант прав, его немытая шевелюра имеет знакомый рыжий оттенок, даже волосы на груди отливает медью свет, из окна падает на его полуприкрытые глаза. Я ожидал чего-то похуже, поверить не могу, отец Куна, какой-то неудачник, это, наверное, не похоже, что... Да, я ожидал чего-то похуже. Мне кажется, что все и так достаточно плохо. Посмотри, до чего он дошел, уклоняет голову лейтенант. Вряд ли этот человек сможет в обозримом времени кормить семью, не то, чтобы раньше... Не то, чтобы он раньше это делал, за то, чего горит лейтенант. Ну, по крайней мере, сына он бить не будет. Полуприкрытые жучины, глазки, жучины, кто придумал это слово, блин? Уставились на тебя из темноты, пустые, холодный человек, явно не в сознании. Так, где, что у него с глазами? Вы не знаете? Бывает с теми, кто особенно рьяно злоупотребляет веществами. Они засыпают с приоткрытыми глазами. Не самое приятное зрелище. Режнее серьезное, до сих пор так. Проспиться. Знакомая фигня. Незапно человек начинает стонать. Вместе с отвратительным зловонием перегара у него изо рта вырываются обрывки слов. Восприятие слух. Посмотрите на... Посмотрите, он пытается что-то сказать. 83. Пожалуйста, сработай. Можно сделать так, почему бы нет. Мужчина снова в Эстонии пытается что-то сказать, но язык не слушается его, и ты не можешь разобрать ни слова. Из-под одеяла высовывается рука и делает какой-то жест. И тогда ты понимаешь со всей сферилистической ясностью. Мусора, говорит он. Он пытается назвать вас мусорами. Он проснулся. Рука бессильно падает на кровать, раздается громкий храп. Он снова заснул. По крайней мере, он высказался. Оно вообще живое? Боюсь, что да. Смотрите, шевелится. Лейтенант показывает на мясистое нечто, торчащее из-под одела с другой стороны. Конечно, конечности время от времени подергивается. Смотрите-ка, на второй ноге полосатый носок с надписью Макс Тор на подошве. Из дырки торчат три пальца. Макс Тор это газовая компания. Он носит бесплатные носки от газовой компании. Такие вместе с квитанцами рассылают. Из глотки мужчины вырывает сухой крип, похожий на предсмерт. он пытается сказать что-то во сне. Может, нам как-то помочь ему? Ну, что мы можем сделать? Можно было бы перевернуть его на бок, чтобы не захлебнулся рвотой, но он уже на боку кивнуть. Мы можем отвезти его в Ремеди или Сен-Батист, но у него нет денег на лечение. Вдоми признания от него откажутся. Они не занимаются благотворительностью для тех, кто сам себя убивает. Кроме того, ему жить осталось пару лет. Они останавливаются прислушиваясь к мужчине. Лет? Месяцев? Недель? Куча тряпья жалобно стонет. Я забрал твои спиды, старик. Тишина. Лишь тепло исходит из-под спящего тела. Уйти. Узнаете правда реальность. Погодите. Возвратитесь к Куну. прослушайте пленку. Да, кстати, пленку надо бы прослушать. Я пока разбирался с чуваком этим, я правильно не забыл. Закрой дверь, пожалуйста. 20-49. Я, возможно, еще успею сходить к Куну. Главное, они такие опционально убейте его. В смысле убейте его, он уже труп. описал, ты окажешься в комнате с психом, с этим сумасшедшим наркошей. Ну, как бы, он не собрал, я оказался в комнате с наркошей. это не то, как все происходило. Так, Куну. Я разобрался с наркотиками. А, и так, ты принес келлошку Куна, он потирает ладони все, как мы... Вот как мы поступим. Сперва дэш Куна его келлошку, потом Куна возвращает тебе половину. Вот как мы их поделим. Лучший способ уличный. Не спросишь, как мне удалось миновать твоего отца? Поговаривает, ты нарядила своего дружочка шлюхой, заслала его внутрь, отвлекая батю. Офигенно, он добрительно кивает. На его лице не дрогнул ни один мускул. Куна, очень интересно послушать, но сперва поделим келлошку, передвигается он, а потом употребим. Под келлошкой ты имеешь ввиду грамм, так ведь? Куна знает, что имеет ввиду. Куна имеет ввиду грамм. Я оставлю их себе, хватит тебя наркотиков, тебе 12. я не готов. Тут это-то-то-то-то. Так. Тут у нас очень... Я разобрался с наркотиками. Если мы ему откажем, он может закрыться и не разговаривать с нами, но если мы ему отдадим, то это будет неправильно с точки зрения Кима. Давайте сейчас посмотрим, как будет развиваться событие. Хватит тебя наркотиков. Вот так вот. Он стучит пальцем по виску. Куна знал, что ты попытаешься по-мусорски его... Ага. Так ему, Куна. Куна котелок варит. Куна таким неудивившим смотрит на тебя, прищурившись так, что Куна даст тебе еще один шанс. Знай, мусор, что это важный выбор. Просто офигительно ключевой. Куна такое не потерпит. Детальки встают на место, типа как эффект домино. Трудно представить, какая цепная реакция катастроф может случиться, если ты не дашь ребенку пакет амфетамина. Трудно представить, но совсем не трудно почуять. Ты откуда-то знаешь, что это повлияет на событие. Тик-тик. Мальчик раняет угазательный палец воображаемую кость, видимо, перемешать. Это останется у меня. Ладно, ладно. Он скидывает руки. Ты обдурил Куна. Смотрите все, Куна был обдурен своим карманным мусором, только они перешли к делам, как мусор послал их нафиг. Говорил же ему, нельзя верить. Говорил так. Расслабься, Куна. У нас есть еще один келошка под землей в дереве. Дело не в этом. Он поворачивается к тебе. Дело в твоих с Куну отношениях. Ты оступился, теперь все просран. Опять, как ты искупишь вину перед Куну? Он печально качает голову. Куна верит во второй шанс, но не в третий. Хорошей миной не сокрыть ему глубокого вас разочарования. Я там осмотрелся, непростая у тебя жизнь в той квартире. Теперь ты знаешь про жизнь Куна. У Куна есть планы. Отстань. А, у нас есть планы. Я просто думаю, что вот этим решением я их обратно объединил с Куной, и это не очень хорошо. с шести метрах под землей под довоенным трубопроводом руины Мартинесской дождевой канализации. Там же два ворованных фонарика. Рядом с ним куча батареек, два спальных мешка в темноте, путь в более глубокую часть тоннелей. Куна, я видел твоего отца. А, как ты вообще выжил? Твой отец полумертвый алкоголик. Он спал под грудой одежды. Что? Выпучил он глаза. Его позы меняются. На мгновение он перестает по петушиному покачиваться. Потом снова начинает. Собрался. Еще батя Куна не дрых, как бомжара, огрызается. Куна же сказал бате Куну вообще на все пофиг. Ломись к нему в дом, а ему хоть бы хны. Повезло тебе мусор, но Куна заранее знал. Он указывает на себя. Лютый батя Куна он монстр, но в последнее время совсем забухал. Куна знал, что ты можешь войти в узкое окно Куну. Ого, окно Куну. Тебе больше незачем его бояться. вот так вот. Нифига, это не бравада, храбро продолжает. Он реально так. Лютый батя Куна станет овощем. Куна в курсе. Инсульт желудок к черту. И Куна тоже так подохнет, как его лютый батя с педы беззакония накидается в кровати, как все сдохнут в западном ревошоле. Хватит наводить тут тоску, Куна. А в смысле тоску пацан делает глубокий вдох, как боксер. Куну 6 наводит. Он бьет кулаком в воздух про смерть, про ничтожество. Ты не обязан идти по той же дорожке. Он снова бьет в воздух. Валять сюда, монашка, пока Куна тебе не врезал. Ты че думаешь, если ты с Куна спиды, если ты у Куна спиды украл, он он будет леветь, как, а? Пойду по задыхается он. Никуда Куна не пойдет, Куна уже такой, Куна уже такой. Если он в ближайшее время не успокоится, то потеряй сознание от переутомления. Он весь красный. Куна победил, ты победил, Куна кричит. Она с ощутимым облегчением, шапочка скачет за забором. Он не победил. Ты оставил трещину, и она бежит теперь по поверхности его уверенности. Хорошо, в квартире был учебник, подписанный твоим именем. Да? Краснее, там еще сильнее. Ну и че? Там написано Куну. Не Куну, а Куну. Че ты, Куна, про эту детскую фигню затираешь? Мне нравится это имя. Он снова тебя подкалывает. Да иди нафиг, знает Куна, что она отстойная, поэтому Куна и переименовался. Куна может переименоваться во все, что хочет. Хоть в... Не надо переименовываться. Там куча неоплаченных квитанций. Еще бы. Года на три этой фигни или типа того. Догадаться несложно. Догадай, батя Куна. На все пофиг. Тебе нужно найти другое жилье. Найди работу! Ха-ха-ха! Вот это. А, там звездец. Куна переедет под землю в Леройм. Древнюю такую фигню будет жить в чертовых катакомбах. Куна в склепе. Похоже, Пиглица эта перспектива очень радует. Я правильно поступил. Не отдавьте наркотики. Закончим на этом. Нифига не... Это нифига не изменило. Только все испортило. Вся эта фигня типа как делают соцработники. Это все не работает. Мусор. Она не работает. Работает только наш путь. Интересно, как это все завершилось бы... Знаете что? Сохранить игру. Новое сохранение. Сохранить. И я сейчас попробую кое-что сделать. F9. У нас есть сохранение обычное, но я сейчас попробую отдать ему. И что изменится. То есть у нас, если это нас выведет каким-то новым веткам диалога или чему-то подобному, это было бы класс. Блин. Ким, погоди. Так, наркотики. Так, ладно, справедливо. Ух, тяжеленькая. Он помахивает крошечной бутылочкой и потом прячет ее в карман куртки. На свет появляется другой такой же пузырек из носа над его... Из носка над его кроссовком. Держи. Тут даже больше половины. Куна очень честный, потому что он пристально смотрит на мусорный бак. Лицо его абсолютно неподвижно. Я не хочу, чтобы это испортило отношения с Кимом. Так что я там осмотрелся. Непростая у тебя жизнь. Что ты знаешь про жизнь? Она у нас планы. Да-да-да. Я видел твоего отца. Там был полумертвый алкоголик. Это все у нас уже было. Хватит добровады. Я выбираю те же самые варианты. Хотя вот тут можно выбрать вот это. Я думаю, с высокой вероятностью ты и правда пойдешь по той же дорожке. Дэк. Он снова воздевает. кулак. А теперь вали отсюда. Монашка, пока куна тебе. На-на-на-на. Это похоже. Пойду-ка. Да, куна. Если он так же продолжит. Да-да-да. Получено сколько у нас их? Два. Два навыка. Неплохо. В квартире был учебник. Настоящее имя. Нравится. Так-так. Там куча неоплаченных квитанций. Нельзя жить в таких условиях. Ладно, закончим с этим. Ничего не поменялось. Ладно. Хорошо. Хорошо. Я думаю, тогда будем, ребятушки, на этом заканчивать. В следующей серии у нас есть чем заняться. Хоть уже и вечер, 21, но у нас будет много чего интересного. А пока что на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодушек. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok